Здравствуйте, я Сомарев Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети МГТУ имени Баумна. Этот курс языки интернет-программирования, и сегодня мы рассмотрим пятую лекцию. Это особенности использования языка Ruby и функциональный стиль программирования в рамках данного языка программирования. Кроме того, рассмотрим конкретные примеры, как компактно писать на данном языке программирование и рассмотрим некоторые типичные области применения этого языка. Первое, с чего хотелось бы начать, это введение функционального программирования как таковое. Что такое функциональное программирование? В основе всего лежит функция. То есть принципы функционального программирования прежде всего оперируют к математическому пониманию функций. Традиционные языки программирования чаще всего это императивное программирование. То есть императивы – это приказы. Вы пишете отдельные действия, которые вы тут же выполняете. В функциональном программировании принципиально иной подход. Принцип функционального программирования заключается в том, что хранятся не текущее состояние, а функции. То есть функция может быть аргументом для другой функции. В любой момент времени у вас есть принцип обработки данных, но нет самих данных, значения, которые порождаются, неизменны. Функции, когда выполняются никоим образом, не меняют результаты предыдущие, то есть каждый раз создаются новые значения. И самое главное, что значения вычисляются только тогда, когда они нужны. Из достоинств мы получаем компактный код, мы получаем упрощенное модульное тестирование. Из положительных моментов мы получаем автоматическое распараллеливание без участия программиста. То есть основано это на чем? У нас хранятся зависимости по функциям. Но у нас нет момента запуска вычислений. Идея функционального программирования заключается в том, что результаты вычислений будут получены только тогда, когда они будут востребованы. То есть до самого последнего момента мы храним функции. Ну, простейший пример, что можно назвать. Если вы хотите посчитать синус или косинус, с точки зрения математики синус или косинус – это функция. То есть понятно, как вычислять, понятно, что делать, но конкретных значений нет. То есть вы не можете сказать, дай мне десятое значение синуса. То есть когда у вас появился конкретный аргумент, вы можете вычислить синус. Вы можете воспринимать эту функцию как линейную и непрерывную, но хранится она, опять же, как функция. Следствие из этого. Во-первых, возможность автоматически определить, когда будут востребованы эти данные. Во-вторых, традиционные функциональные языки программирования, точнее одно из требований к функциональным языкам программирования – это возможность выполнить операции над функциями до того, как были выполнены операции над значениями. Опять же, традиционный пример – х делить на х, или х квадрат, например, делить на х. Так вот, с точки зрения императивного стиля, императивных языков программирования, если вы попадете на нулевое значение, вы должны честно взвести в квадрат, разделить на ноль. С точки зрения функционального программирования в этом смысле есть функция. То есть есть функция, возводящая квадрат переменную и делящая на эту переменную. Это значит, что можно выполнить преобразование, которое уберет необходимость делить на ноль. То есть в этом смысле функциональное программирование позволяет устранить вот такие проблемы до того, как вы приступили к обработке конкретных данных. К чисто функциональным языкам традиционно относит Lisp, ну, естественно, как основоположник направления, Schema, Erlang, Haskell, Closure, ну и некоторые другие. Здесь надо отметить, что Ruby сам по себе, он никогда не являлся языком функционального программирования. То, что сейчас используется в Ruby, это функциональный стиль. Надо сказать, что существует очень большое количество сейчас современных языков программирования, в которых говорят, что они функциональные. На самом деле они поддерживают функциональный стиль, являясь императивными языками программирования. Поэтому здесь очень тонкий момент. В общем-то, каких-то подводных камней в этом нет, но просто надо помнить о том, что Ruby не является истинно функциональным языком программирования. Он является объектным, императивным, с функциональным стилем. Какие предпосылки у функционального стиля? Ну, прежде всего, для того, чтобы вообще все это стало возможным, надо сказать о блоках. Напоминаю, что такое блок. Если мы определяем какой-то метод, если этот метод должен вызывать блок, значит, внутри него появляется конструкция, которая называется yield. И, соответственно, если мы вызываем определенный метод, у которого может передаваться блок, то мы просто-напросто реализуем вызов этого блока внутри. То есть происходит примерно то, что изображено на данной схеме, на данном слайде, вызываем тест func с аргументом 5 и переданным блоком. Значит, его аргументом n, его значением в момент вызова этого кода будет то, что передается в yield в момент вызова yield. И этот же пример можно разобрать как функционально преобразованный. То есть вместо вызова yield мы можем просто вставить весь этот код и поставить его вот здесь в each индекс, который у нас есть в исходной реализации нашей программы. Просто напоминание о том, что такое блок. Теперь, если мы говорим о функциональном стиле, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны иметь возможность передать функцию обработки. То есть вспоминаем, что блок принимает на вход некую функцию. По сути, блок — это функция. Значит, если мы берем класс array, сделаем гипотетический метод find, который ищет элемент. И мы хотим использовать этот метод find следующим образом. Массив — найти что-либо по заданному критерию. То есть найди мне элемент, квадрат которого больше 30. Что здесь написано? Теперь как мы можем реализовать этот метод? Значит, естественно, find должен быть циклом или должен каким-то образом использовать внутри цикл. У нас есть такой цикл, вот он здесь внутри описан. Пробегает он от нуля до предпоследнего значения. В очередной раз обращаю внимание на то, что для Ruby не характерно использование циклов типа for напрямую. То есть чаще всего это все-таки замена чем-то еще, типа each, each-index и прочее. То есть словами, которые имеют явный смысл. Потому что for не выражает то, что вы делаете. Он выражает это через обоследованный набор конструкций. Например, вот здесь на самом-то деле нас интересовал элемент, а мы запрашивали зачем-то все значения от нуля до предпоследнего и только потом брали индекс. Хотя мы могли спросить каждый элемент, то есть через each. Тем не менее, тем не менее мы пробегаемся по каждому элементу и смотрите, что мы делаем. Мы возвращаем результат только в том случае, если yield с переданным значением вернул нам истину. То есть yield мы используем как функцию сравнения. Далее, в зависимости от того, какой код мы напишем вот здесь, тот результат мы и получим. Получается, что мы сделали метод find, которому мы передаем в качестве критерия функцию. Эта функция анонимна. Кроме того, мы вообще-то можем определить, есть блок у метода или нет блока. Есть специальный метод, который называется block-given. Если мы его вызываем из нашего метода, то мы можем определить, передали нам блок или не передали. Это можно использовать, ну, к примеру, для создания метода, который называется myopen. Если вы вспомните предыдущие лекции, я показывал, как в Ruby можно компактным образом создать файл. То есть вариант первый. Мы создаем объект типа файл, выполняем все операции, после чего закрываем. Второй вариант. Мы просто используем форму блока и не заботимся о том, чтобы закрывать. Код, который представлен на данном слайде, по сути иллюстрирует возможную гипотетическую реализацию этого метода myopen. То есть метод, в котором мы, безусловно, создаем новый объект файл, но дальше, в зависимости от того, есть ли блок или нет, мы либо в случае его присутствия, его вызываем и закрываем файл сами, либо мы просто-напросто возвращаем созданный объект файла. И далее пользователь разбирается с ним сам. Пользователь, программист в данном случае. Нет ли здесь вопросов? Все ли здесь ясно? Ну, хорошо. Будем считать, что ясно. Следующий момент. Очень интересный класс прок. Как я уже говорил, что любой код в Ruby представляется объектом. То есть этот код – это не что иное, как экземпляр класса прок. То есть класс прок позволяет создать хранимый код, который можно активировать в нужный вам момент. И по сути блок – это как раз экземпляры класса прок. То есть в полной мере проявляется объектность данного языка. Что вы можете сделать? Вы можете создать экземпляр класса прок с собственным блоком. Вы можете сделать блок, возвращающий какое-либо значение. То есть напоминаю, что всегда результат последней операции, либо результат, который вы передаете в ключевое слово return, будет возвращаться результатом выполнения блока. И дальше при помощи метода call вы можете явно вызывать. То есть сохраненный код, который вы можете вызывать где-то еще. Есть близкое понятие, понятие лямбда. Что такое лямбда? Лямбда имеет некоторое отличие от блока. Появилось оно в Ruby не сразу. Блок появился изначально. Лямбда появилась в достаточно свежих версиях. Я забыл, честно говоря, в какой версии. По-моему, начиная от версии 2.0. Это возможность записать функцию в такой компактной форме. Есть два варианта. Писать лямбда с блоком, либо такая стрелочка с аргументом и блок. С точки зрения внешнего использования, на самом деле оно мало чем отличается от объектов класса прок. То есть тот же самый call, которому мы можем передать аргумент. Вот он передается, и результат мы также можем использовать. Пи что-то – это отладочный вывод этого сообщения. Но в чем же все-таки различие между лямбдой и прок? На этом слайде показано два простых примера. То есть пример сверху. Мы тестируем прок, во втором случае мы тестируем лямбда. Обратите внимание, что мы делаем. Мы делаем метод, который называется прок-тест, внутри которого мы создаем объект класса прок. Внутри блока для этого прок мы делаем вывод на экран слова прок и вызываем ретон. На самом деле ретон здесь в определенном роде провокация. И вызываем только что созданный объект. То есть мы даже не сохраняем его ни в какую переменную, мы вызываем его сразу на выполнение. После чего пытаемся напечатать puts-proc-test-end. И видите комментарий. Во втором случае код выглядит примерно так же. То есть мы делаем метод, который называется лямбда-тест. Мы создаем лямбду, у которой нет никаких аргументов на входе. И происходит вывод слова лямбда. И также делается ретон. После чего мы выполняем код этой лямбды. А дальше выводим на экран лямбда-тест-end. Ну и самое главное, потом активируем вот этот метод. Значит, в чем разница? Разница заключается в том, как интерпретируется внутри лямбда и прок. Пролистаю наш пример. Значит, наш пример. Потерял я пример. Хорошо. Значит, проиллюстрирую здесь. В чем же здесь разница? Разница заключается в том, что код, который находится внутри прок, интерпретируется просто как код, который вставляется по месту. То есть здесь не просто так написано, что мы сюда никогда не попадем. Дело все в том, что здесь стоит ретон. Значит, если мы интерпретируем, как Рубер разбирается с этим прок, нам достаточно просто отбросить вот это создание объекта и отбросить кол. Просто вычеркиваю. То есть этот код, можем считать, что он просто вставлен внутрь нашего метода. А поскольку здесь написан метод ретон, то он вызовет, естественно, выход из метода прок-тест. То есть этот код, как код, вставляется и тут же интерпретируется уже в контексте всего метода. Во втором же случае ретон находится внутри лямбды. А лямбда функция, в отличие от прок, является полностью автономной функцией. То есть что бы мы там ни делали, единственное, что мы можем получить, это результат ее выполнения, но не можем выполнить код, который как-то повлияет на ее запуск внутри какого-то другого метода. И именно поэтому во втором случае мы дойдем до конца. Мы выведем лямбда тест-энд. Запомните, что когда мы создаем объекты класса прок, по сути они эквивалентны вставке кода в один в один. Если же мы говорим о лямбда, то в этом случае мы выполняем эту функцию как отдельную функцию. Она не влияет на тот код, который находится вокруг. Как еще мы можем использовать лямбда? Мы можем лямбда использовать в качестве функции высшего порядка, то есть, например, передавать их как функции обработки внутрь каких-то других методов. То есть мы можем определить некую лямбда функцию. Вот она, например, функция, которая складывает с результатом с текущим, прибавляет тройку. Мы сделаем метод, который называется g. Такие имена для Ruby не рекомендуется давать, но будем считать, что у нас чисто учебный пример. И делаем вызов этого переданного аргумента, так, func или func, вызываем через метод call. То есть теперь у нас есть возможность активировать этот метод с функцией, которую мы только что создали. И именно эта функция будет вызываться, когда мы вызываем call. То есть, видите, мы передали 7 в качестве аргумента x. Мы вызываем теперь эту лямбда функцию, переданную в качестве первого аргумента, и делаем произведение. То есть получается, ну, было 7, соответственно, плюс 3, 10, и вторая то же самое. Из недостатков конкретной этой реализации мы два раза считаем одно и то же. Во втором случае мы создали лямбда функцию, и мы передали эту функцию в качестве функции преобразования стандартного метода map. Map — это метод отображения, то есть отобразить что-либо в соответствии с функцией отображения. И функцию передали в такой форме. Здесь есть некоторые синтактические несоответствия, надо сказать, у Ruby между лямбда функциями и методами, но в принципе они не столь существенные. Вы можете столкнуться во время написания кода, но они не мешают, не влияют на читаемость кода. Итак, помимо того, что вы можете передавать лямбда функции как аргументы, вы можете передавать их как блоки. Допустим, у нас есть метод, который объявлен уже вот таким образом. Обратите внимание, здесь явно не указана форма, явно не указано, что мы принимаем блок. То есть предполагаем, что блок мы принимаем, и соответствующий метод yield, который внутри, он активирует блок. Если вы попытаетесь вызвать этот метод без блока, то получите ошибку, потому что yield не сможет ничего найти. Теперь сделаем такой вызов. То есть g7 с блоком. Здесь вопросов нет. То есть форма абсолютно эквивалентная той, которую я показывал ранее. Мы создали блок, этот блок активируется в yield. То есть x, который здесь у нас подставляется, его значение, то есть тот объект, на который он ссылается, будет выставлен как ссылка со стороны x изнутри блока. И, соответственно, вычислим. А теперь обратите внимание на вот этот пример. Мы создали лямбда-функцию и вызвали тот же самый метод g, но в этом случае вместо блока мы передали лямбда-функцию. То есть на самом деле последний аргумент – это не явно передаваемый блок, и вы можете его использовать. То есть метод, который умеет работать с блоком, он также умеет работать с лямбда-функцией. Вам не надо ничего переписывать, достаточно просто лямбда-функцию указать в качестве дополнительной функции преобразования, как последний аргумент. Ну и такие плохо читаемые примеры. Если мы делаем какой-либо метод, то мы всегда можем получить этот метод по имени и преобразовать его в прок-объект. После чего, здесь опять же есть некоторая небольшая смесь, мы можем спросить, лямбда он или не лямбда. Видимо, лямбда имеется в виду с точки зрения того, будет ли он изолировать выполнение или нет. И можем также выполнить вот такую постановку, тот же самый метод j, который у нас объявлен здесь. Таким же образом мы подставляем метод f2 сюда в качестве аргумента вместо блока. Теперь о том, что такое функциональный стиль. То есть обращаю внимание, что Ruby не функциональный язык программирования, но язык, который поддерживает функциональный стиль. Первое требование функционального стиля – нет изменений. То есть любое действие приводит к созданию новых объектов. Но если вы вспомните концепцию Ruby, то выполнением метода мы создаем новый объект. То есть противоречий никаких нет. Считайте, в конструкции Ruby поддержана такая модель. Есть недостаток, который заключается в том, что если вы будете слепо следовать функциональному стилю, то вообще-то вы получите избыточное хранение данных. И в этом смысле надо очень осмысленно относиться к этому. То есть не надо стремиться к функциональному стилю ради функционального стиля. Если вы видите, что в этот момент у вас будут проблемы, например, с избытком хранения, либо вы потеряете производительность, лучше написать в императивном стиле. Некоторые примеры, которые я привожу, я взял вот из этой ссылки. Товарищ собрал примеры функционального стиля Ruby, и, в общем-то, они дальше там поддерживаются. Сейчас эта ссылка на GitHub. Вот они примеры. Императивный стиль инициализации и добавления элементов в какой-либо массив. Мы создали в форме литерала массив и хотим добавить новый элемент. Оператор две стрелочки, точнее, две треугольные скобки, так скажем, или два знака меньше. Это добавление одного элемента в массив. Ну и, соответственно, мы добавили массив. Что мы на самом деле здесь произвели? Мы выполнили модифицирующий оператор над нашим объектом массива. В функциональном стиле это выглядит следующим образом. Мы взяли предыдущий массив и сделали операцию конкатенации, результатом которой является порождение нового массива. То есть принципиально здесь то, что новый массив существует параллельно со старым. Мы не удалили старый. То есть какие-либо действия не приводят к изменению. В случае хэш таблицы, я говорю, хэш ассоциативных массивов, императивный стиль. Напрямую по ключу добавляем новое значение. В функциональном стиле мы должны оставить неизменным предыдущий объект. Значит, мы делаем просто-напросто хэш merge, то есть добавление нового значения, результатом которого является порождение нового ассоциативного массива. Старый остался неизменным, порожден новый. Если работаем со строками, ну, самый простой способ это модифицирующий метод с восклицательным знаком. То есть global substitute в данном случае заменить, например, символ l на z в форме регулярного выражения. В функциональном стиле это выглядит как gsub без восклицательного знака. То есть мы не имеем права модифицировать строку, мы должны создать новый объект строка и записать его в новую переменную либо перезатереть старую переменную. То есть вот в чем идея. Идея в том, что что бы мы ни вызвали, мы не повредим старые данные. Добавление по условию. Традиционный вариант для императивного стиля, вот он. То есть если у нас что-то, допустим, мы должны заполнить некий массив определенными значениями в зависимости от того, какие здесь есть значения. И вот эта форма, это форма модификатора. Надеюсь, что вы помните с первой лекции по Ruby. То есть если условие, которое здесь написано, истинно, то в этом случае выполнить действие. Это традиционная форма императивного стиля. То есть выполнить последовательность действия и выполнить ровно так, как оно есть. В функциональном стиле идея несколько иная. То есть мы сначала создаем массив, как есть. И если у нас образовались дырки, мы сжимаем этот массив. То есть мы выбрасываем просто дырки. Использование переменных. Ну, первый случай. В чем здесь проблема? Мы использовали какую-то переменную, она ссылалась на некий объект, потом мы выполнили действие, и теперь у нас переменная ссылается на новый объект. По-хорошему надо делать, было две переменные. Первая получает исходный объект, вторая результат преобразования. Конкретно по этому примеру. Это пример ужасного кода. То есть в чем здесь проблема? Здесь переопределена семантика. То есть number это число. Но почему-то первым действием написано number равно gets. А gets возвращает строку, объект строка. А во втором действии, во втором действии мы взяли значение, на которое ссылается number, и преобразовали к числу. То есть да, после toInteger, после преобразования в toInteger, оно станет числом, но сама запись является ужасно нелогичной. То есть почему мы число преобразовали к toInteger, и почему мы записали вот это? Такой код он приводит к большому количеству ошибок. То есть такой код нельзя допускать в программе вообще ни в каком случае. По-хорошему надо различать название. Название переменок всегда должно отражать и соответствовать смыслу того объекта, на который он ссылается. Ну и в этом случае лишний раз просто-напросто обезопасите себя от ошибок. Теперь более сложные примеры. Пример, допустим, когда нам надо заполнить массив определенными значениями, преобразованными из другого массива. Традиционный для императивного вариант, вот он, создали чистый массив, получили переменную, которая ссылается на объект чистый массив. Далее, для массива, который задается здесь в форме литерала, для каждого из его элементов, мы преобразуем элемент в верхний регистр и добавляем его в массив docs. В чем идея функционального стиля? Она заключается в том, что вам не нужно писать лишнее, вам нужно выполнить некую функцию, преобразующую исходный массив. То есть у нас есть массив и у нас есть функция. Функция преобразовать в соответствии с каким-либо правилом. А правило или функция преобразования задана в форме блока doAnd. Заключается она в том, что для каждого элемента мы переводим его в верхний регистр. То есть вот он принцип функционального стиля. Итог. Мы имеем результат отображения исходного массива на новый массив с функцией преобразования, которая здесь указана в форме блока. Но также напоминаю, что мы берем всегда результат последней операции. Здесь единственная операция — upcase. То есть, во-первых, что получается? Мы не используем лишние действия. Нам не надо инициализировать массив, например, переменную с пустым массивом. Нам не надо писать лишние операции, типа вот этой вот копирования. И нам не надо писать лишние присвоения. Мы сразу пишем, что сделай нам массив как результат преобразования вот этого вот. В принципе, мы могли бы то же самое написать вот в такой форме, то есть однострочной. И в том числе, поскольку единственное действие мы выполняем upcase над теми объектами, которые мы используем, мы можем передать вот в такой форме функцию, но здесь как имя. То есть мы передаем через амперсандовые точки имя того метода, который следует применить каждому объекту преобразуемого массива. То есть совсем короткая форма. Форма, которая говорит для каждого из них отразить элементы в соответствии с функцией upcase. И мы получим в этом примере это клички собак, которые переводятся в верхний регистр. Все ли здесь ясно? Следующий, более сложный пример отобрать элементы только те, которые соответствуют условию. То есть опять же императивный стиль. Есть массив, который нам надо заполнить. Переменные, которые указывают на пустой массив. Массив кличек собак. Нас интересуют только те, у кого размер имени составляет 4 символа. В императивном стиле вроде все понятно. Создали пустой массив. Дальше для каждого из элементов проверяем. Если имя равно 4, то в этом случае добавить. Значит, что же получается в функциональном стиле? Мы должны сделать функцию отбора. И такая функция есть. Это метод select. Select. То есть отобрать что-то в соответствии с функцией. А функцией сравнения в данном случае является функция проверки размера на равенство 4 символам. И ничего лишнего. То есть видите, насколько сокращается у нас в функциональном стиле этот код. И также мы можем это написать в виде однострочного блока. То есть перенести вот это условие вот сюда. Просто чуть ухудшила бы читаемость на слайде. То есть сразу же свертка на очень-очень много строк. По сути, весь этот кошмар мы можем записать в одну строку. При этом смысл этих действий, он не теряется. Массив отобрать в соответствии с функцией. Накопление результата. Это возможность сделать аккумулятор. По сути, это типичный пример. Допустим, нам надо посчитать общую сумму всех кличек собак. Для императивного стиля это вариант заполняем и создаем переменную length. В начальный момент времени она у нас имеет нулевую длину. Дальше мы начинаем для каждого из элементиков прибавлять эту длину. Вот она. Что мы делаем в функциональном стиле? У нас есть специальный метод inject. Абсолютно эквивалентный ему метод называется reduce, то есть свернуть. Идея заключается в том, что у нас есть аккумулятор, который накапливает значения после каждого из проходов по этому блоку. То есть блок или функция сравнения. Результат, который мы вычислили, попадает в аккумулятор. И проходит это для каждого из элементов. То есть на выходе мы получим результат, который накоплен в аккумуляторе. То есть тоже количество строк и действия. Инициализация или присвоение по условию. Традиционный вариант для императивного стиля вот он. То есть нам нужно присвоить переменную name какое-то имя, в зависимости от того, если оно было на предыдущем шаге. То есть проверяем, было ли там в объекте 1 такое имя, было ли, если его не было, значит, читаем из объекта 2, а если его не было, читаем из какого-то там вопроса ask. Более правильный вариант, ну, конкретно для Ruby, он записывается в такой форме. Почему оно здесь работает? Да потому что схема здесь поиска до первого объекта, который не nil или который не false. То есть если мы получим хоть какой-то объект при обращении вот по этой цепочке, мы тут же прервемся. То есть оператор или ищет первое не false или не nil значение. Если они все оказались nil или false, значит, мы ничего не получим. Мы получим nil или false. Если хоть одно из них сработает, то вот начиная с первого, мы получим примерно такую же точную схему, но только вопрос читаемости. То есть если здесь мы имеем нагромождение кода, то здесь мы имеем просто последовательность применения этих значений, и как только первое из них будет найдено не nil, не false, оно будет записано в результат. Далее. Помним, что любая операция в Ruby возвращает результат. Значит, с точки зрения императивного стиля, например, если нам нужно записать какую-то переменную, типа message, в зависимости от значения, мы можем сделать вот так. Одна ветвь, например, выполнили действие, записали значение, какая-то строка. Если нет, иначе, то выполнили второе действие. В принципе, мы можем записать это в такой форме. То есть мы можем выбросить оператора присвоения и написать, что message равно результату выполнения вот этого if. С точки зрения синтаксиса Ruby, эта конструкция работает, но она не рекомендуется с точки зрения стиля, потому что с точки зрения читаемости она ухудшает читаемость. Если нужно выполнить сравнение внутри метода. Традиционный для императивного стиля вариант – это вот он. Мы могли бы, например, так написать для того же самого C или C++, даже для Java. То есть выполняем какую-то проверку, если она истинна, возвращаем этот объект. Если же нет, то мы… Здесь у нас форма модификатора. Переходим к выполнению проверки второй. Если она выполнена, то возвращаем это. Если нет, то возвращаем результат объекта 3. Теперь сравните читаемость, которую мы получаем со вторым случаем. Значит, только что я сказал, что вот эта форма вообще-то плохая, но дело все в том, что это тот самый пример, когда эта форма является хорошей. То есть if возвращает результат. Он всегда вернет результат по любой из ветвей, которую он прошел. Либо будет результат операции, например, если у нас только одна ветвь, значит результат операции сравнения, то есть true или false, к которому мы не пошли ни в одну ветвь. В данном случае все ветви покрыты. То есть явно написано, если цена меньше 20, то значение такое-то. Если качество больше 3, то значение такое-то. В противном случае вот оно. If вернет результат, и этот результат будет использован как результат последней операции, который будет возвращен как результат работы метода. То есть такой способ записи, он явно улучшает читаемость. Хотя сама по себе запись в подобном виде, она не улучшает читаемость. Теперь переходим плавно к очень важному блоку. Это так называемое отложенное вычисление. Значит, отложенное вычисление по сути является приятным дополнением для любого функционального языка программирования. Несмотря на то, что функциональным Ruby не является, отложенное вычисление есть. Здесь показан пример. Ну, как мы могли бы вычислить, к примеру, так, что мы здесь вычисляем? Мы вычисляем суммы тех чисел, квадраты которых делятся на 5. В императивном стиле мы бы написали вот такой цикл, который проходит по условию до тех пор, пока мы там не нашли нужное количество элементов. Например, 10 элементов. В функциональном стиле мы можем написать несколько иначе. Мы можем сказать, для бесконечного ряда, обратите внимание, бесконечный перечислитель. То есть, от 1 до бесконечности. Значит, это кошмар любого императивного языка программирования. Ну, потому что, если вы хотите запросить бесконечное количество чисел, очевидно, что вам нужно бесконечное количество памяти, бесконечное количество времени на это. В данном случае оно сохранится как итератор, который действительно будет перебирать все значения до бесконечности, если вы это захотите. Но если не захотите, он не будет пытаться это создать в памяти. Lazy – специальный метод, который переключает энумератор в режим Lazy, или создает Lazy-энумератор. Метод Select только что показал. Это отбор по условию. То есть, для перечислителей от 1 до бесконечности отобрать только то, квадраты чего, кратны 5, взять 10 из них и сложить между собой. Одна строчка. Если вы хоть чуть-чуть освоились с таким синтаксисом, сравните с синтаксисом здесь. То есть, если действия, написанные в этом функциональном стиле, вы можете воспринимать последовательно, то в случае императивного вам придется вчитываться во все строчки, которые там написаны. Ну и некоторые пояснения относительно того, что такое Lazy-объект и Lazy-вычисление. Допустим, мы хотим посчитать при помощи Lazy-вычисления числа Fibonacci. Числа Fibonacci бесконечные. Этот пример с Enumerable я уже показывал ранее. Сделаем класс, который считает числа Fibonacci, а теперь сравним, что он будет выдавать с добавленной отладочной информацией в случае, если мы используем императивный стиль и подсчет тех объектов непосредственно, и Lazy-вычисление. Значит, вся разница в том, что здесь есть слово Lazy, здесь слова Lazy нет. Для отладочных целей мы сделали сейчас этот бесконечный цикл с выдачей информации текущее значение и новое значение. Естественно, цвет здесь показан на слайде. Если вы запустите эту программу в реальной жизни, то вы не увидите цвета, потому что цветом надо управлять. Тем не менее, для нас это важно тем, что мы можем теперь отследить моменты, когда эти данные генерируются, когда мы генерируем новые значения, когда у нас появляется потребитель данных. Основная идея в Lazy-вычислении заключается в том, что считать надо начинать только тогда, когда есть потребитель данных. Если нет потребителя данных, незачем что-либо делать. Смотрите, первый вариант. Мы создаем объект класса Fibonacci, говорим, взять пять элементов. Для каждого из них распечатать. Что мы получаем? Вот этот фрагмент, формат что-то вывод текущего элемента мы вставили в блок, который передается для each. И теперь смотрим, что у нас напечатано. У нас current 1, new val 1, current 1, new val 2, второе, третье, третье, пятое. Ну, видим, это сумма из двух предыдущих числа Fibonacci. Самое главное, на что мы здесь должны обратить внимание, на то, что все эти значения были вычислены до того, как появился потребитель данных. Видите? То есть, значения, которые выведены на экране, вот они, вот отсюда, они склеены в конце. А все то, что было до этого, включая current val, для того значения, которое мы не изъяли, поэтому здесь вот как раз отсутствует что-либо, потребитель данных у нас там появился, дальше нам не нужно получать эти данные, потому что take только для пяти значений. то есть, сначала все посчитали и только потом начали потреблять данные. Теперь смотрите, что произойдет, если мы допишем lazy. Значит, в случае, если мы вставляем lazy, мы получаем current 1. Теперь мы получим вывод из этого блока. Видите? потребление нам нужно только одного элемента. Когда потребитель появился, он был вычисленный, появилось новое вычисление. Дальше, запрос на новый элемент, потому что мы пять штук, вычислили новый элемент, передали, вот он, вычислили следующий элемент и так далее. То есть, основная идея заключается в том, что нам не надо ничего считать до тех пор, пока не появился потребитель данных. Так, то, что касается lazy. Должен быть пример. Так, вот он, этот пример. То есть, в общем-то, вы можете сами попробовать что-либо добавить, и вы можете проверить, как выдаются эти данные. Вот примеры здесь для current 1, new wall, в общем-то, все то, о чем я вам рассказал только что, вот оно здесь в явном виде отображается. Причем, если есть сомнения, мы можем внести здесь отладочную информацию, например, после D написать восклицательные знаки. Видите, получили. То есть, в этом случае, это тот случай, который относится к императивному стилю. Мы сначала вычислили, потом потребили данные. для лейзи случая. Вот он. Видите, насколько все четко. То есть, единственное слово лейзи привело к тому, что у нас сначала вычисляются данные, потом по цепочке они передаются сразу же в потребитель данных. потребителем является блок для each, то есть, для каждого элемента. Нас не интересуют вообще все элементы, нас интересует конкретно один элемент. В один момент времени нас интересует один элемент. И поэтому мы его так здесь считаем. верну обратно. Дальше. Когда мы пишем на Ruby, то мы используем, как правило, такие длинные цепочки. Что означают эти цепочки? Эти цепочки мы, строго говоря, можем всегда разрезать. То есть, помним о том, что делает метод. Мы вызываем для конкретного объекта метод. Когда мы вызываем метод, мы порождаем новый объект. Мы его можем сохранить, то есть, мы можем сделать некий идентификатор, ссылающийся на этот объект. Но в то же время мы можем не сохранять его, а просто-напросто вызвать следующий метод от этого объекта. То есть, он нам не нужен. Где он дальше будет храниться и будет ли он храниться, нас не интересует. Нас интересует результат вызова следующего метода. И таким образом мы получаем цепочку вызовов. Значит, эту цепочку вызовов мы, естественно, можем разорвать на последовательность. То есть, мы можем создать, например, lazy numeraтор. Вот он. Присвоить некой переменной, как объект, lazy numeraтор. Второму дать, например, enumeraтор после selectа. Третьему дать результат, например, enumeraтор после взятия трех элементов. Но потребитель данных у нас появляется только тогда, когда есть что-то типа each или method force. То есть, этот пример вставка selectа. То есть, опять же, мы используем lazy. И этот пример показателен тем, что в цепочку обработки у нас встраивается отбор элементов. Обратите внимание, нас интересуют теперь только те элементы, которые являются четными. Значит, мы вычислили элемент, проверили, является он четным, он нечетный. Потребитель данных, вот он, зеленым отмечен. У нас нет здесь потребителя данных. То есть, попытка была потребить один элемент, но он не соответствует требованию. Значит, вычисляем новый элемент, определяем, является ли он четным, вычисляем новый элемент, проверяем, является ли он четным, условие сработало, то есть, select отобрал нам элемент, после чего мы его потребили. Ясна ли эта идея? То есть, идея lazy вычисления заключается в том, что мы всегда делаем следующее вычисление только тогда, когда появился потребитель данных. Если потребителя данных нет, мы не тратим время. И, к слову сказать, вот этот пример, он показателен тем, что если вы не будете использовать здесь lazy вычисления, вы не сможете вычислить вообще. Дело в том, что это числа Fibonacci. Напоминаю, вас просят отобрать только четные числа Fibonacci и взять три из них. Если бы у нас не было здесь модификатора lazy, то нам бы надо было сначала вычислить бесконечный ряд чисел Fibonacci, потом отобрать только четные из них, получить бесконечное количество четных, потом за бесконечные время мы бы разобрались с ними и взяли только три из них. Когда мы говорим о lazy, нас интересует только три. Нам не надо вычислять больше. Теперь подводим краткий итог насчет цепочки вызовов. Вот это кошмарная длинная запись сверху. На самом деле она воспринимается очень просто. то есть слева у нас стоит массив. Массив это объект. Split, map, select, map, reduce это методы. Методы определенных объектов. Я не говорю пока какого типа эти объекты, но это методы. Синтаксически это методы. Значит, мы можем записать это в видео такой конструкции. Был у нас исходный объект, вызвали метод, породили новый объект. Дальше мы получили массив строк. Логично, сплит у нас для такой строки разбил по пробелам, значит мы получили массив строк. Далее мы вызываем для этого массива функцию преобразования в соответствии с функцией интеджа. То есть говорим преобразовать этот массив или отобразить этот массив в соответствии с функцией интеджа. На выходе мы получаем уже массив чисел. Далее при помощи selectа метод select к этому массиву отбирает нам только четные элементы, мы получаем массив только четных чисел. После этого мы говорим отобрази нам этот объект в квадраты функция преобразования вот она. Мы получили массив квадратов. И потом мы воспользовались методом reduce, он же inject, который накопив аккумулятор просуммировал нам все элементы и вернул нам эту сумму. Более того, есть более короткие формы. Мы могли бы например вот этот even указать в форме вот такой, вот такой или вот такой. Даже не то, что более короткие, а скажем альтернативные формы записи. Так, map, он же collect. Что такое map? Мы имеем исходный некий массив, массив, для которого выполняем преобразование. То есть отобразить массив. Map это отобразить. Отобразить в соответствии с функцией преобразования заданной здесь. По сути, с точки зрения внутреннего представления это цикл. У нас есть исходный массив. Для каждого из элементов этого массива мы вызываем функцию преобразования и результат записываем в целевой массив. Значит, во-первых, количество элементов выходного массива будет всегда равно количеству элементам входного массива и на выходе мы получаем новый массив. То есть старый остается неповрежденным. В общем-то это зависит все от того, как мы написали программу, что с ним делать. А новый массив сам по себе. Используем этот массив. Select, то есть отбор по условию. У нас есть массив на входе. Мы говорим отобрать по условию. Отобрать в соответствии с функцией отбора. Функция отбора в данном случае вот она задана в блоке. Результат выполнения этой функции используется в качестве критерия отбора. То есть если истинный элемент годится. Если нет, то мы отбрасываем. И что получаем? Для каждого элемента мы естественно вызываем функцию отбора. Если она нам дала false, этот элемент не пойдет никуда. Мы его просто отбрасываем. Симметричный элемент, симметричный метод для select есть метод, который называется reject. То есть опять же помним, что в Ruby надо писать код так, чтобы не писать лишних отрицаний. Значит select это отбор, а reject это отброс. Ну в данном случае мы отбираем только то, что true, а в reject соответственно мы получим только то, что false. Значит новый массив у нас потенциально может иметь размерность меньше, чем входной массив. Какая размерность зависит от функции отбора. Больше он не может быть, равен может быть, но как правило он меньше. В том числе он может быть пустым. и inject или reduce это аккумулятор. Наверное самый непонятный вариант. Что мы делаем? Мы инициализируем некий аккумулятор. Почему они называются inject? Потому что мы вставляем в процесс вычисления некий аккумулятор, а reduce это сворачивание. Аккумулятор передается в качестве первого аргумента. Результат выполнения функции преобразования записывается в аккумулятор. То есть на следующем шаге для следующего элемента мы получаем это значение. В общем-то это здесь и нарисовано. То есть у нас есть массив по каждому из элементов которого мы пробегаемся. Начальные значения этого массива мы получим видим 1, 2, 3, 4, 5 значит аккумулятор у нас нулевой вот он инициализация нулем дальше x значение первого элемента мы получаем результат 1 плюс 0 то есть 1 и этот результат пойдет в аккумулятор значит на следующем шаге мы имеем элемент 2 мы входим в этот блок и переменная у нас инициализируется как аккумулятор равный 1 переменная x равна 2 суммируем получаем тройку 5 это попадает в аккумулятор который у нас отображается в позиции аккумулятор 3 так подсвечиваю позиции не совсем корректно x у нас третий элемент опять получили 6 записали в аккумулятор для следующего шага то есть он войдет опять при следующем проходе сюда и получаем новые значения то есть в итоге мы получали получаем сумму как результат выполнения некой функции преобразования накапливающей в аккумуляторе все ли здесь ясно так в версии Ruby 2.5 появились полезные методы методы которые первая из них называется tap то есть дотронуться в чем здесь идея идея заключается в том что находясь внутри блока вы можете получить контекст выполнения этого объекта то есть есть у нас некий объект неважно какой ну вот в этом примере мы пробегаемся по каждому из элементов диапазона это у нас буквы дальше нас интересуют индексы нас интересуют только те из них которые стоят на нечетных позициях нумерация с нуля да поэтому B получаем потом нас интересует отобразить все эти буквы они были изначально в нижнем регистре в верхний регистр и что мы получаем мы получаем итогом массив ну допустим теперь мы хотим из этого массива удалить часть элементов при этом мы хотим вот эту цепочечную последовательность сохранить то есть тем чтобы не вводить лишних переменных и не писать лишнее значит при помощи метода tab мы можем получить контекст текущего объекта лист это тот самый лист который мы получили результатом мэпа и выполнить преобразование конкретно над этим листом то есть поскольку мы находимся в его контексте то все изменения пойдут в него же похожий но отличающийся метод метод который называется yield self то есть в чем отличие от tab в случае tab мы работаем в контексте объекта в случае yield self мы получаем предыдущий объект по цепочке и мы возвращаем новый объект вот этот метод вот этот пример он взят вообще-то указанное здесь сайта он для меня несколько синтетический то есть идея здесь в чем идея в том чтобы не заводить лишние переменные то есть мы на входе имеем некую строку вот она вместо того чтобы писать там URI там NetHttp request там JSON response и какие-то прочие действия мы просто в анонимной форме передаем их по цепочке на следующий вызов то есть yield self для строки дает нам x ссылающийся на строку мы вызываем разбор этой строки передавая его в качестве аргумента методу parse на выходе мы имеем URI этот объект мы передаем по цепочке вот сюда вызываем метод HTTP передаем вот тот объект который создан на предыдущем шаге ну и так далее по цепочке идем здесь получаем текст разбираем его парсером JSON разобрали выбрали те данные которые нам нужны отобразили то есть достоинство в том что нам не надо заводить лишние переменные но на самом деле код мне кажется перегруженным я бы так не советовал писать из достаточно популярных библиотек следует назвать библиотеку dry то есть сухой но помним что один из принципов руби это don't repeat yourself то есть dry и dry rb это как раз одна из тех библиотек которая позволяет писать компактно то есть что она позволяет делать ну из примеров которые я взялся с их сайта ну первый вариант валидация то есть например вам нужно написать форму которая проверяет на определенные ограничения значения как это писать вы конечно можете написать свои собственные какие-то правила но вы можете воспользоваться ее шаблонным вариантом то есть схема проверки заключается в том что для имени который называется name требуется что оно должно быть заполненным а age должен быть мало того что заполнен он еще должен быть целым числом и больше 18 это значит что если вы дальше используете вот этот объект схема вы можете передать туда любые данные и вы можете проверить корректные ли значения или нет в библиотеке dry есть еще множество вариантов ну например вы можете сделать ограничения на типы то есть помним что типизация у ruby он язык с динамической типизацией но проверки как таковой нет значит здесь вы можете сделать ограничения ограничения в том числе на аргументы при помощи вот таких конструкций допустим вы хотите сделать тип который позволяет проверять что является ли строка приветствием ну и соответственно три варианта там hello оля и халё в зависимости от языка дальше если вы спрашиваете у этого типа какое-то значение он скажет допустимое оно или недопустимое просто перечислитель более сложный вариант вы можете сделать например тип person у которого сказать что есть атрибуты не просто типа стрин а типа стрин с каким-то там ограничениями либо одно поле является типа стрин второе типа интеджа напоминаю что у нас есть для ruby класс который называется struct но только никакие проверки типов он не выполняет он просто создаст полный набор соответствующих атрибутов и getter и setter для этих атрибутов здесь же есть возможность указать ограничения на типы если вы попытаетесь создать объект person с другими типами он естественно вам выдаст отказ мистики здесь никакой нет на самом деле вся эта логика просто скрыта внутри библиотеки дальше форма monad так называемая то есть maybe что может быть значение если оно есть двигаемся на следующий шаг это появилось до того как появился оператор safe navigation operator в ruby 2.3 то есть сейчас такой вариант уже устарел можно сказать можно использовать можно не использовать есть шаблоны вот шаблоны достаточно интересная схема такая форма вызова она достаточно типична для ruby программ то есть идея в декларативной форме говорить что метод success или fail то есть форма здесь обратите внимание что у нас есть некий объект и мы вызываем два метода success и fail только внутри них мы обрабатываем ту самую ситуацию которая соответствует этому случаю с точки зрения синтакси с точки зрения синтакси ruby здесь страшного нет ничего то есть помним что для ruby у него есть метод у метода может быть аргумент может не быть и есть блок а блок это то что вызывается или не вызывается в зависимости от того наступили в условии для его вызова или нет то есть блок активируется вызовом yield то есть этот метод по сути в декларативной форме говорит о том что есть некий код который должен быть вызван когда-то и библиотека dry она позволяет описать правила по которому надо применить вызов то есть она говорит что для вызова следует применить проверку соответствия этого самого шаблона если там success соответствует то сделать там вызов вот этого вот блока если фейлор то вызов вот этого блока то есть с точки зрения использования код достаточно чистый с точки зрения внутреннего использования ну можете на это не смотреть но с точки зрения программирования этот код компактен в целом после получения определенных науков чтения он не кажется очень страшным кол в данном случае это вот он кол то есть соответствие по именам шаблон на то что мы что-то вызываем так ну и теперь несколько примеров решения конкретных задач значит примеры из можно сказать студенческих задачек ну например скопировать все отрицательные элементы перемножить вот из такой смеси императивной которая использована по скорее предыдущим языкам программирования неоптимальный вариант выглядит следующим образом создали массив создали переменную как пустой аккумулятор после чего начали отбирать при помощи там if в форме модификатора для каждого из элементов и дальше выполнить какое-то действие значит оптимальный вариант использовать метод который называется select то есть select нам позволяет в форме в функциональной форме выполнить как результат преобразования то есть функция отбора элементов над массивом то есть и более того мы все это можем склеить в одну строчку но в данном случае мы хотели просто распечатать как отдельные переменные получить там частное отделение там максимум на минимум то есть как получить максимум и минимум у любого массива у Ruby есть метод который называется minmax а также есть min и max а также minby и maxby да в общем-то и minmaxby значит если мы используем такой метод мы можем получить сразу же пару то есть два значения минимум и максимум после чего мы можем выполнить такое преобразование и получить частное отределение мы можем поменять местами минимальные и максимальные элементы то есть что нам надо для этого сделать ну в этом случае нам нужно помимо значения элемента надо знать его позицию для того чтобы получить позицию у нас есть очень удобный нумератор который называется each with index то есть напоминаю если мы используем просто each это сам элемент each index означает индекс а each with index означает элемент каждый элемент с индексом то есть все достаточно просто значит если мы используем такую схему мы получаем пару то есть пару в которой минимальный элемент по значению плюс его позиции максимальный элемент по значению и его позиции и дальше мы просто-напросто можем взять конкретные позиции и переставить вот они то есть парное присвоение с парными выделениями объектов в индексы которые здесь указаны мы записываем соответствующие значения ну другой пример максимальный элемент поместить на место последнего отрицательного есть соответствующие операторы соответствующие методы которые позволяют искать с начала массива с конца массива то есть индекс ищем сначала а r-index это реверс-индекс логично то есть найти по реверс-индексу первый элемент который является отрицательным с конца потому что реверс-индекс и дальше проверяем если мы его нашли если он не нил то в этом случае мы можем записать просто-напросто так вот здесь вот вообще-то должен быть и dx то есть а с индексом и dx мы записываем последний элемент max прямо здесь вычисляем ну и такой показательный пример найти гласные которые встречаются во всех словах значит читаем этот пример найти гласные вот они гласные то есть найти все гласные которые встречаются во всех словах значит мы получаем клавиатуру через gets строку которую вводит пользователь разбиваем ее на массив слов то есть words это не что иное как массив слов после чего нам надо сделать значит для всех найти все гласные вот они которые встречаются во всех словах то есть во всех ли словах встречается гласная если она встречается значит она будет найдена как результат выполнения этого find all то есть видим что по сути вот этот результат выполнения это прямой ответ на поставленную задачу то есть найти все гласные которые встречаются во всех встречаются во всех словах то есть таким образом мы получаем очень и очень компактный код который в то же время сохраняет читаемость то есть достоинство Ruby это сохранение читаемости при очень лаконичном коде но и все-таки самое главное что не забываем что код на языке Ruby это код который должен восприниматься носителем языка как код на естественном языке итак переходим к следующей секции это полезные особенности языка программирования Ruby ну первое что можно отметить это динамическое объявление методов весьма полезно то есть мы можем присоединять методы мы можем генерировать методы тогда когда нам это нужно и в общем-то гибкость языка позволяет нам делать с ним что угодно можно сказать так есть расширенный синтаксис со скобками без скобок то есть если скобки не мешают восприятию скобки не используем мы в этом случае мы можем построить фразу похожую на естественное предложение на естественном языке если надо скобки ставим очень много встроенных функций очень много отлаженных стабильных готовых библиотек пример который хотелось бы показать здесь это пример генерации методов вспомните я уже говорил что класс это не что иное как с точки зрения модели языка просто еще один метод результатом которого является генерация класса поэтому вас не должно удивить что здесь внутри такой декларации класс стрин у нас присутствует цикл то есть цикл для всех элементов массива red green blue мы делаем генерацию метода с именем который мы читаем из элементов этого массива и этот метод должен породить строку как шаблон в который подставляет имя этого метода к чему это приводит мы привешиваем то есть динамически сгенерировали три новых метода внутрь класса стрин теперь если мы создаем строку абсолютно все равно какую строку и вызываем для нее метод который имеет имя green red или blue то мы получаем вот такой вывод то есть ну очевидно что для языков статической типизации языки типа java типа c++ они скорее всего привели бы в ступор того кто первый раз это увидит то есть для тех кто пользуется теми языками программирования подобный стиль он вообще-то очень странный но здесь помним что у Ruby нет исключений то есть как только мы попали внутрь блока а в данном случае это надо интерпретировать как блок мы просто последовательно выполняем все команды которые там написаны и слово класс оно не является каким-то специальным служебным словом оно просто является специальным методом генерирующей классы то же самое касается модули то же самое касается дев который генерирует методы ну и так же мы можем при помощи define метод сгенерировать сами следующий пример когда мы хотим сделать например собственный язык или что-то похожее допустим мы хотим сделать программу которая выглядит вот таким образом мы хотим сделать что-то типа мета языка который генерирует html вот например html head title body содержащий div и более того еще и break значит что можно сказать об этой программе если вы смотрите на нее то в общем-то не совсем понятно что это за язык но давайте разберемся с точки зрения синтаксиса result равно вопросов нет переменная инициализируем переменную html do раз у нас есть html и do and это означает что html ничто иное как просто метод а do and это блок этого метода вот он head с формой блока нет аргумента но есть блок плюс body нет аргумента но есть блок div то же самое есть блок br нет ни блока не аргумента теперь вопрос как все-таки заставить ее напечатать вот такое для этого нам надо сделать обработку соответствующих методов которых нет то есть ни одного из этих методов у нас нет мы можем сделать очень просто мы можем сконструировать ассоциативный массив у которого слева стоят имена тех методов которые нам надо динамически генерировать а справа действия которые нам надо совершить в случае если мы эти методы вызываем но и самое главное что есть обработчик который называется метод миссин то есть он вызывается он всегда активируется если руби нашел какой-то метод которого не было то есть в этом случае мы просто проверяем что если мы смогли найти по имени метода то что у нас было записано вот здесь в ассоциативном массиве то мы должны взять лямбда функцию соответствующую этому методу вот она если мы передали с блоком то мы вызываем этот метод с вызовом блока если нету мы вызываем просто нет мы видим здесь что для br например у нас нет блока у нас нет смысла его вызывать блоком и таким образом у нас получается программа которая способна интерпретировать вот такие последовательности то есть видите ни одного метода мы реально не написали то есть все это динамически обрабатывается естественно о чем надо помнить что делается это не бесплатно то есть платите вы производительностью за такие вещи методы не существует значит мы должны их обнаружить мы должны тратить время на вызов этого обработчика их на их поиск но в то же время мы можем если хотим сгенерировать их например вот в такой форме через define метод отсюда мы плавно переходим к следствию значит для чего используется ruby ruby очень часто используется для написания языков предметной области то есть гибкость его синтаксиса позволяет его писать другие языки которые используются для того чтобы описывать конкретную предметную область domain specific language dsl это язык предметной области но строго говоря есть еще domain specific embedded language и правильнее сказать что вот эти языки которые мы сейчас рассматриваем это domain specific embedded language то есть языки встраиваемые которые во-первых адаптированы под предметную область одной стороны а во-вторых позволяет использовать всю мощь базового языка программирования на котором они сделаны допустим вот мы хотим сделать опросник и мы хотим сделать чтобы у пользователя был такой интерфейс то есть вопрос варианты вопросов и ввод ответа а вот программу для тестирования мы хотим сделать чтобы она задавалась вот в таком виде вопрос можем ли мы это сделать на ruby значит ответ вывод мы можем сделать любой а текст программы тестирования представляет собой если мы внимательно присмотримся question чисто по синтаксической форме это ими метода скобки опциональные значит дальше аргумент метода блока нет рон из неправильный ответ аргумент right аргумент то есть эта часть программирующая ответы на вопросы она может быть сделана на ruby и по сути все что нам надо сделать нам надо сделать объявлению примерно в такой форме но естественно здесь нет сейчас кода который корректно будет связывать эти цепочки вопросов ответов и проверять но для того чтобы мы просто могли задавать вот в такой форме опросники нам надо объявить три метода то есть dev question write run и загрузить соответствующий файл который у нас описывает вот такой язык здесь мы получили язык для описания тестов ну в качестве небольшого отступления значит если бы у нас не было такой сущности как блок то мы могли бы писать только вот в таком кошмаре то есть мы должны были ну с точки зрения опять же там языков типа c в общем то нечто подобное мы можем попытаться сделать вариант сверху это фрагмент арспек арспек это средство тестирования значит мы описываем контекст тестирования то есть области которой мы вообще тестируем дальше пошли контексты и тесты смотрите здесь вполне конкретные человеческие слова ничего лишнего здесь нет то есть форма которая используется она точности соответствует синтаксису руби то есть describe это метод аргумент do-end это блок контекст это метод already это значение которое мы передаем и do-end это блок если бы у нас не было возможности приделать блок таким образом то нам бы надо было сначала объявить контексты потом объявить последовательно соответствующие методы и передавать эти контексты как ссылки то есть в руби мы можем тоже это делать но тем не менее то что у нас есть возможность присоединить блок вот такой неявной форме дает возможность конструировать домен специфик лэнгич то есть одна из причин почему руби столь популярен какие же области применения ну что можно сказать администрирование операционных систем то есть если например возьмете ну допустим маку с самый распространенный пакетный менеджер который позволяет установить программы такие же как в линуксе он называется брю шелл и он написан на языке руби пример open susi как дистрибутив линукса это дистрибутив в котором практически все скрипты администрирования написаны на руби в том числе оболочка ясд естественно веб-приложение но это самая распространенная область использования руби вы можете писать вспомогательные графические приложения вы можете писать приложение для автоматизации тестирования это еще одна область как для руби я весьма популярен именно своими синтактическими возможностями за счет того что он позволяет писать домен специфик лэнгиджес ну естественно учебные цели потому что строго говоря этот язык сильно отличается от прочих языков программирования несмотря на простоту концептов для того чтобы эффективно писать на руби надо определенным образом перестроить сознание то есть большинство программистов которые многие годы сидели на императивных языках программирования не очень легко переходит на руби и в общем-то это как раз и тот самый высокий порог вхождения несмотря на то что вроде все здесь просто вот эти простые конструкции воспринимаются иначе то есть сознанием большинства программистов несколько поломано другими языками программирования значит то что касается скриптов администрирования мы можем запускать скрипты например из консоли при этом если мы хотим сделать файл запускаемым у нас должен быть специальный заголовок вот этот заголовок распознается большинством операционных систем кроме windows потому что у windows нет этого узла соответственно user bin инваймент мы можем из программы на руби запускать любые другие внешние процессы то есть традиционная задачка которая обычно для linux программистов решается для linux администраторов я имею ввиду решается на баш то есть запуск любых других команд вы можете просто выполнить команду получить результат вы можете установить канал для чтения вот он пайп например вы можете перенаправить каналы ввода вывода то есть получить std in std out и std error и интерпретировать надлежащим образом управление соответствующими внешними консольными программами пример который показан здесь это кому-то он может быть полезный пример использования svn например это система контроля версий которая была определенной проблемой добавление операции добавления недобавленных файлов если их много вот эта программа как раз программа на руби пробегается по списку всех файлов вот system svn статус получить файл дальше по всем строчкам этого файла пробежаться и там определенным образом распознать соответствующих позициях прочитать имена файлов и склеить выполнить команду svn add и потом удалить область область где также руби популярен это развертывание приложений но сходу можно назвать два средства которые наиболее часто используются это средства шеф и средства папе то в чем идея идея заключается в том что если у вас под управлением находится большое количество однотипных компьютеров например порядок там порядка тысячи серверов или десять тысяч серверов они скорее всего примерно одинаково настроены на них будет установлен примерно одинаковый набор программных продуктов операционные системы соответствующие серверы серверы баз данных и прочее значит если вы вставляете новую машину вам ее надо настроить как быть конечно же можно настраивать каждую из них можно сделать какой-то унифицированный образ но у вас будут проблемы с комбинациями здесь идея заключается в том что мы можем написать типовые рецепты шеф не просто так шеф это кулинарная тема соответственно есть сервер шефа у которого есть поваренные книги и в поваренные книги у нас вписываются рецепты подготовки рецепты развертывания по конкретному требованиям есть администратор который управляет этими поваренными книгами значит идея заключается в том что вы пишете рецепты и пишите какие из этих рецептов применить например вам надо развернуть веб-сервер говорим вот оно описание рецепта на что здесь следует обратить внимание на синтаксис то есть имя рецепта веб-сервер описание такое-то запустить список рецептов такой-то и атрибуты по умолчанию такие то есть параметры настройки что применить мы теперь смотрим что же здесь написано на каком языке это написано смотрим name имя аргумент то есть имя это имя метода и аргумент который принимает description метод аргумент run лист вообще без вопросов это просто ничто иное как метод которому сразу же аргументы два аргумента через запятую переданы со скобками дефолт атрибутс метод которым также передали причем в форме хэша ключ значения определенные значения ну или например создание базы данных postgres тоже с точки зрения синтаксиса метод аргумент блок метод аргумент метод аргумент то есть несмотря на то что то что вы здесь видите оно в принципе соответствует предметной области предметной области описания рецептов для развертывания приложений она остается быть текстом написанном на языке руби хотя это не всегда можно сказать сходу ну касаемо вот этих средств здесь следует отметить опять что они появились достаточно давно и они были популярны много лет сейчас их немного потеснили идеи контейнеров типа докер и кубернэйтс но тем не менее они до сих пор применяются и используются очень часто именно для каких-то мелких административных задач что можно сделать ну например мониторить системы мониторить распределенную систему мониторить процессы есть вот такой проект год арби что он делает он имеет возможность наблюдать но причем видите такое возвышенное название мы можем сказать что этот процесс называется simple он запускает то что здесь указано он должен хранить процесс живым до тех пор пока он занимает не больше 150 мегабайт памяти если больше прибить и потреблять процессор не больше чем на 50 процессов соответственно если выйдет за пределы то просто напросто он будет прибит мы можем даже писать настольные приложения то есть есть специальные библиотеки которые позволяют подключить например библиотечку qt qt традиционная c++ библиотека но тем не менее мы можем подключить изруби любую системную библиотеку и подключить любые методы которые оттуда и любые функции которые там есть естественно qt в данном случае это обертка обертка над той динамической библиотекой которая написана на c++ но мы можем это здесь также использовать то есть создать например приложение у которого есть кнопка выставить размер отобразить по тестированию что можно отметить но это очень большая область где опять же очень много инструментов для руби естественно мини тесты юни тесты это область используется прежде всего внутри тестирования руби программ мы можем выйти за пределы тестирования руби программ есть тесты арспек юкумбер если вы хотите тестировать в приложении например selenium автоматизация тестирования графических интерфейсов это пример здесь это sql x и в том числе даже мобильные приложения мы можем тестировать при помощи руби в качестве примера арспек арспек в общем то это пример взят с сайта допустим нам надо протестировать класс который называется боулинг и у боулинга есть два метода это ролл то есть кинуть что-либо и выбить количество пинов количество этих самых как они называются количество кеглей которые у нас есть в боулинге да значит и метод счет который выдает текущий счет видим что реализация этого класса она сейчас пустая то есть сколько бы мы не выбили сейчас этих фишек или кеглей у нас получается все равно ноль и нам надо написать тест который проверяет правильно ли у нас работает логика тест пишем в такой форме описать тест игры в котором в пространстве счет возвращает ноль для всех игр в которых у нас шар улетел в канаву мы создаем объект пример взят частичный потому что здесь должен быть боулинг значит 20 раз повторить бросок с нулевым количеством и в этом случае мы ожидаем что счет должен быть равен нулю значит в чем разница с например в предыдущем юнитестом в человечности то есть мы пишем что у нас ожидается счет вот equal zero то есть у нас нет чисто то программистских операторов там например assert что-то там expected actual мы здесь просто пишем что ожидается значение ожидаемое значение должно быть равно нулю и все эта форма немного изменилась кстати потому что арспект немного иную форму использовал даже в прошлом году дальше то что касается автоматизации тестирования веб-приложений вы можете при помощи вот такого расширения которое сейчас называется каталон рекордер до этого она называлась selenium id записать просто установить соответствующий плагин и записать все действия которые вы проводите над веб-сайтом то есть эти действия потом можете просто напросто экспортировать руби программу руби программа в этом случае выглядит примерно вот так то есть при помощи selenium драйвера selenium это то средство которое позволяет тестировать под полным контролем веб-браузер об этом я буду говорить еще на отдельной лекции мы можем подключить соответствующий драйвер нужного нам браузера и заставить его выполнять действия которые мы здесь описали то есть открой страницу такой-то найди элемент q отправь туда последовательность нажатия клавиш нажми кнопку submit после чего там проверим достигли мы результата или нет то есть таким образом можете написать скрипт на руби который будет управлять этим процессом есть специальный в данном случае dsl copybara то есть domain specific language copybara который позволяет уже более понятной носителю языка форме написать тест то есть описать процесс авторизации в рамках которого до выполнения чего-либо заполнить e-mail'ами по умолчанию шаблон такой-то он делает следующее что это подписывает меня в рамках сессии заполнить логин значением таким-то пассворт значением таким-то и нажать ссылку sign in то есть видим специальные методы которые несут конкретный смысл этот смысл относится только к этому к этой предметной области к этому языку но если вы работаете в области тестирования веб-приложений этот синтаксис понятен есть реализация jruby то есть на jruby вы можете запускать программы которые соответственно будут запускаться под java машиной и в этом случае вам доступны все классы которые есть в java то есть мало того что вы пишете на ruby вы можете подтягивать к себе java классы и как следствие можете использовать библиотечки типа swing например для создания настольных приложений вы можете писать для android вы можете писать вот при проект робота для android вы можете использовать любые наработки которые есть для java то есть java напоминаю что это по сути один из самых популярных языков и в общем то и java технологии как таковые для написания бизнес приложений для серверных приложений визуальное тестирование ну сиквеле x это достаточно старый проект изначально он был разработан студентами массачусетского технологического института причем в качестве скриптового языка там был предложен питон но сейчас они это забросили и текущим как бы сказать по-русски мейнтейнер то есть держатель проекта или тот человек который обеспечивает сейчас поддержку проекта это раймунд хока это немец чем немец достаточно приличном возрасте далеко за 60 почему она здесь представлена на ruby еще и более того в арспек да потому что когда-то несколько лет назад мне хотелось просто посмотреть что можно еще делать на ruby и обнаружил этот проект написанный на java а у меня были некоторые наработки написаны опять же по использованию интерпретатора j ruby я предложил ему давай подключим руби сказал давай после чего в сиквеле x появилась поддержка ruby а то что вы здесь видите пример арспек это уже делал один из моих студентов то есть студент иван евографов которые мало того что во первых он познакомился достаточно глубоко с такими вещами далее он начал глубоко работать направление связанным с веб программированием и использование ruby как такового пример использования бизнес аналитики есть продукт с открытым исходным кодом который называется найм в рамках этого продукта идея заключается в том что вы можете написать визуально процесс обработки данных то есть вот в такой форме схема обработки данных и у него есть соответствующие интерфейсы которые позволяют написать на тех языках которые вам нужны например специальные скриптики для обработки этих данных то есть есть предопределенные библиотечные компоненты но то же время можно написать свой код вот поддержку руби но это тоже было написано в рамках моих экспериментов то есть оно есть в общем то его можно использовать написаны основные типы блоков которые позволяют писать скрипты на руби можно естественно комбинировать ему все равно откуда пришли данные в том числе есть область научных вычислений то что я показываю это как раз писал тот самый студент иван евграфов который мало того поучаствовал google самов код и он поучаствовал в написании библиотечки гну плот которая распространялась в рамках направления научных библиотек для руби то есть sky ruby ну и возможность писать код на руби который выдает какие-либо ну строит гистограммы видите это юпитер ноутбук в рамках которого у нас построены графики графические отчеты например вот такие power под то есть центр внутри и вот они пошли лучи либо поверхности причем вот этот пример поверхности более того еще и с разбором выражение которое задано форме строки более того можете использовать рубик для прототипирования то есть то что здесь написано использование библиотечки люб и юсби либо юсби использует непосредственно работает с юсби устройствами то есть если вам надо сделать какой-то протокол работающий с реальным юсби устройством почему бы не отработать этот протокол на руби вы можете в том числе писать то что относится к внутреннему машинному представлению естественно это будет все работать очень медленно но для того чтобы отладить этот протокол этого достаточно отладили протокол после этого вы можете во первых переписать на другой язык программирования во вторых опять же используя гибкие возможности руби вы можете просто на нем же написать генератор который сгенерирует код на другом языке программирования, например, на C. Из языков, которые вышли из направления Ruby. Но из основных, которые сейчас развиваются, можно назвать язык Crystal, то есть что он называет в качестве недостатка Ruby? Отсутствие типизации. То есть это порождает определенные ошибки. Ну, в общем-то, это замечание свойственно для всех языков из динамической типизации. Вы не можете проверить на этапе компиляции, правильно ли у вас программа. И, соответственно, это накладывает определенное ограничение на способы отладки. Но язык Crystal – это попытка сохранить синтаксис Ruby, но в то же время сделать его типизированным. Возможно, Ruby третьей версии, который запланирован на 2035, по-моему, год, он получит какие-то средства типизации. Возможно, нет. У Ruby распланировано все до 35-го года. Так, дальше. Язык мира – это попытка сделать расширение поверх Ruby как такового. Groovy – это язык, который реализован для Java-машины. Он был сделан до того, как появился jRuby. И, в общем-то, как раз это попытка сделать что-то такое, типа Ruby на Java. Естественно, это компромиссный вариант. Это неполноценный Ruby и неполноценная Java. С одной стороны, на нем удобнее писать, чем на Java. Но, с другой стороны, менее удобно. У него нет такой гибкости, как у настоящего Ruby. Если мы говорим о Ruby-подобных языках скоростных, вот один из недостатков, которые предписывают Ruby – это скорость. Но, опять же, не самый он медленный. То есть, есть тесты веб-приложения, о которых я буду говорить позже. В принципе, он, естественно, далеко от Java, например, или C или C++ реализации веб-приложений, но не самый худший вариант. Есть еще более быстрые варианты. Elixir – это язык, который имеет Ruby-подобный синтаксис, но основан на Erlang-машине, на Erlang-виртуальной машине. Ну и, в общем-то, на этом хотелось бы закончить. Есть ли у вас какие-то вопросы? Значит, если вопросов нет, тогда рекомендация все-таки посмотреть материалы на Ruby. Очень много материалов. Материалы как на русском, так и на английском языке. Естественно, рекомендация читать книги тех, кто непосредственно участвовал в написании самого языка. Они доступны, книги есть, и товарищи, которые писали и достаточно много хотят об этом сказать. Документация частично переведена на русский. Есть интерактивные учебники, интерактивные сайты, в которых вы можете просто пощелкать и посмотреть, что происходит. Ну и, в общем-то, дальше осваиваете Ruby самостоятельно. На этом лекция закончена. Спасибо за внимание.